Я вам хочу рассказать одну историю. Она очень важна с точки зрения сегодняшнего разговора. Находясь в очередной раз в деревне, работая там по деревне, бежит мужик и кричит к валтам, выговаривая мое имя и отчество. Он говорит, посмотрите, что человек хочет. Подошли к нему, письмо передает. Александр Роджевич, спасите не то мою жену, не то женщину, неважно, человек. Где что? В Штоновской больнице. Как я сейчас говорю, практически в морге. Последняя минута живет. Естественно, я не мог не отреагировать, посылаю туда своего врача. Приезжает прогноз неутешительный, умерла фактически. Я говорю, занимайтесь. Перевезли в Могилев. Каждый фактически вечер мне докладывали состояние человека, асоциального человека. Но все равно человек. Для меня это человек. Но меня эта история заинтересовала не только потому, что это человек. Для меня это человек. Но я хотел проверить, как же сработает вышестоящее учреждение. Как вчера мне доложили, специально поинтересовался, отключена ТВЛ. Целый букет был, двусторонняя пневмония, там еще что-то. И не той водки выпила, как мужик этот мне сказал. Лечили, не долечили. Домой забрали, не ту водку выпила. В критическом состоянии завезли в реанимацию. В Штоловской больнице, я еще раз подчеркиваю, я ее практически вытащил из морга. Сегодня она отключена от аппарата ИВЛ. Динамика, говорят. Дай бог, чтобы и так и дальше была неплохая. Стоит вопрос, Дмитрий Леонидович. Или вы немножко вас понесло в системе, и вас как министра, и вы лечите только там, где надо лечить. Или вы будете лечить людей так, как я от вас всегда требую. Меня это очень настораживает. Начальники, еще там. Вот тут вы лечите. А люди там попроще, где-то в каких-то районных больницах. Про ФАП. Какой ФАП? Ну, есть там ФАП. Ходит фельдшер. Яйцо дадут. Выпить 100 грамм дадут, как в былые времена. Я это наблюдал. Хорошо. Нет. Ничего. Вот я вас хочу предупредить. В ближайшее время мной будет создана мобильная группа абсолютно независимых от вас людей, специалистов, которые проверят и систему здравоохранения, и выборочно, неожиданно проверят больницы. Я вас вот пригласил здесь, заместителей ваших. Наталья Ивановна у меня отвечает за здравоохранение. Я про виц-премьера не говорю. Пеняйте сами на себя. Вот так вот будем проверять эти больницы. Слушайте, я подумал, ну, Шкловский район, я там бываю часто. Естественно, когда президент посещает какое-то место, там и здравоохранение, работают с резервами там. Ну, вы это знаете. Я подумал, если там так, то вот я неделю не сплю и думаю, а как же в других районных больницах? Вот я хочу вас всех предостеречь, что пощады вам не будет. И никакие лечения больших начальников вас не спасут. Вот понимаете меня как хотите. Вот один в один, что я сказал, сегодня услышит вся страна. Не только страна. К нам прикованы взгляды многих государств. Миллионы, миллионы людей это услышали. И, пожалуйста, сделайте соответствующие выводы. Спрятаться кому-то за спину кого-то или, как я часто говорю, под плинтус залезть, Наталья Ивановна не получится. Изображать активную деятельность, что мы великие, нам это в стране не надо. У нас государство для народа, цитата. Но таки народ надо лечить. У нас для того, чтобы лечить, есть все. Вот все есть для того, чтобы лечить. Нормально, на нужном уровне. И ковид свидетельствует о том, что у нас врачи хорошие. Мы их хорошо готовим. Но если где-то в вузах не дорабатываем, то в лечебных учреждениях там наставничество хорошо развито. Я не хочу делать глубоко и далеко идущие выводы из этого случая. Но он толкает к размышлениям. Продолжение следует... Продолжение следует...